Улица пограничников 12 часов дня. От огромного склада, который загорелся вечером 13 февраля, не осталось почти ни следа. Пока экскаватор разгребает скрюченный от температуры металл, на место то и дело прибывают новые и новые пожарные автоцистерны с водой. Гидрантов поблизости нет. Несмотря на то, что пожар начался более 12 часов назад, сегодня днем в 12 часов сюда продолжают прибывать пожарные расчеты автомобилей. Более того, то и дело, на складе появляются новые очаги огня, которые приходится тушить прямо сейчас. Склад на пограничников 9 вспыхнул в начале седьмого вечера накануне. Почти сразу пожару присвоили третий ранг. Сложности для тушения добавила обрушенная крыша и большая тепловая нагрузка. Внутри склада пила, материалы и алкоголь, которые хорошо горят. Чтобы справиться с огнем, на место выезжает пожарный поезд. Он везет 120 тонн воды. Объявлен ранг пожара номер 3. Вместо тушения пожара со станции Пугач дополнительно выехал в пожарный поезд. По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 8 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли склада и прилегающих к нему зданий. Информация по пострадавшим не поступала. По предварительной информации, сгоревшие склады арендовали компании «Леруа Мерлен» и «Крайс Алка». Именно их продукция на миллионы рублей и осталась под завалами. В самом начале пожара огонь с большого здания перекинулся на маленькое по соседству. Его арендует компания «Сервика». Как говорит директор красноярского филиала? Из ущерба у них, в отличие от соседей, только сгоревшие пустые канистры. Мы арендуем незначительную площадь на этой базе, поэтому, слава богу, нас пожар незначительно коснулся. Мы арендуем порядка 500 квадратов. Мы не считали, сумма ущерба будет незначительной, потому что, повторюсь, было холодное помещение, в котором мы, так скажем, ставили автомобили. Собственно, автомобили все успели выгнать из бокса, и поэтому считать сумму ущерба, ну, незначительную. Может, там несколько канистр сгорело. Такой ущерб, говорит предприниматель, почти спасение, при том, что горят склады на пограничников регулярно, но их тут же возводят обратно. Архивные кадры 2012 год. Сгорело то же самое здание по адресу пограничников 9. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Горел он и в 2017 году. Это уже 2020-й. Горит склад с продуктами. Ущерб тогда оценивали в десятки миллионов рублей. В февраль 2021 года на пограничников в одном из зданий после взрыва загорелся склад с горюче-смазочными материалами. И, наконец, декабрь 2022 год вспыхнул склад стеклопакетов. С такой статистикой пожарным впору дежурить на улице пограничников круглосуточно, однако этого пока не случилось. Что стало причиной пожара 13 февраля этого года, сейчас узнают дознаватели МЧС. Они с утра работают на месте сгоревшего склада. Свою проверку проводит и прокуратура. Дмитрий Шхузин, Кирилл Иванов, Новости ТВК.